Грязь на территории, пятно на репутации. В минувшие выходные сотрудники Департамента имущественных отношений проверили, выполняют ли арендаторы городской земли свои обязательства. Напомню, перед майскими праздниками предпринимателям дали поручение навести порядок на участках в кратчайшие сроки. Как оказалось, далеко не все ответственно отнеслись к своим обязанностям. Анна Долгушина продолжит тему. Аппетит здесь явно не разыграется. Рядом стоянка большегрузных машин, толпы бездомных собак, выброшенные отходы. Предприниматели в полной мере проявили свою предприимчивость и нашли здесь место для шашлычной, которая, согласно правилам писаным и неписаным, находиться тут не может. Невкусно становится уже на пороге заведения, но внутри невольно возникает вопрос, как здесь вообще можно есть. Я стыдно вам. Я выключаю людей кормить. У вас полный антисанитария. Вообще так было. Значит, передайте руководителю своему, что будет наложен штраф, значит, срок до завтра навести порядок, убрать, зачистить территорию. Шашлычную закрывайте. Никакой шашлычной, чтобы здесь не было понятно. А вот их соседи, владельцы популярной в городе шашлычной визит, на замечания городской власти только и твердят, это не моё. Но то, что видно невооружённым глазом, говорит об обратном. Это ваша, это ваша зона благоустройства, ваша зона ответственности. Почитайте внимательно договор аренды земельного участка, там всё написано. Нет, я знаю, это всё наше. Есть сейчас, когда вы в аренде, а есть зона благоустройства, за которую вы также несёте ответственность. Об ответственности забыли и в гаражном кооперативе «Прогресс». Кажется, мусор там уже стал местной достопримечательностью. Владельцы гаражей пеняют на председателя. Говорят, на уборку раньше он собирал по 300 рублей, теперь по 500. Только вот толку мало. Решить проблему сообща не получается. Председатель на контакт не идёт. Вот это бардак из года в год, вот это всё творится. В гаражи вода заходит, всё вмерзает, еле ворота открываем. Из года в год хватает. С нового года он его сейчас сцены поднял, а толку никакого. Как видите, вот всё за спиной. Выбора у председателя не остаётся. За мусорную коллекцию ему придётся ответить словом, делом и штрафом в несколько тысяч рублей. В такой же ситуации руководство магазина запчастей, который находится через дорогу. Говорят, порядок наводят постепенно. За нарушение договорных обязательств вам подготовлен штраф. В понедельник вам позвоним, выручиваем, значит, да? Вот. Если до завтра это не будет убрано, будет наложен ещё один штраф. Очередной. До завтра снего дня убирайте, набудите порядок. Ну, пытаемся, понимаете. Просто выходные. Как показывает практика, отговорки находятся всегда. То снегопады, то неработающая техника, то выходные дни. Только нет осознания того, что именно в празднике жителям хочется прогуляться по чистому городу. Беседы и совещания с арендаторами на тему чистоты не помогают. Выход пока один. Нет порядка – плати штраф. За март месяц наложено штрафов более полутора миллионов рублей. И за апрель порядка полумиллиона рублей. Как вот мы видим, да, вот тут вроде строят у нас жильё, да, фунт жилищного строительства. Субарендатором является стройком Инвест. Подрядная организация тоже на нас не реагирует. Штрафы уже налагали, они оплачивали в свою очередь. Поэтому мы остаёмся на своём, да, и повторно будем штрафовать и наказывать до тех пор, пока они не наведут порядок. Пока же городские пейзажи в первую волну майских выходных дней создают совершенно непраздничное настроение. Сегодня новому Уренгою нужна настоящая генеральная уборка, на которую предпринимателям дали всего несколько дней. Анна Долгушина, Артур Цвилёк, служба новостей «Импульс».